всем привет друзья вы на канале хорошая оптика и наш сегодняшний обзор посвящен наблюдательному прибору от японской компании nikon биноклю призменному с центральной фокусировкой модели nikon action bpc 8 на 40 давайте рассмотрим комплектацию комплект поставки открываем кофр мягкий но с толстыми стенками отлично защищает прибор от внешних воздействий механических и климатических извлекаем сам бинокль из сумки достаточно плотно он там лежит и вот непосредственно бинокль с крышками дождевичком ремень шейный оригинальные символика nikon также видим все оригинально так что еще тут крышки крышки съемные ставятся в натяг внутрь объекта а не снаружи дождевичок сборный из мягкой резины выполнен отлично выполняет свою функцию и далее идут здесь паспорт гарантийный талон международного образца и соответственно каталога с техническими характеристиками в каталоге представлена вся линейка моделей от nikon action соответственно nikon настоящее время выпускает эту модель это седьмая версия уже популярной модели и соответственно она имеет индекс cf и полное ее название соответственно nikon action 8 на 40 8 и 2 это угловое поле зрения прибора и соответственно индекс cf здесь он не указан на корпусе также в эту линейку моделей action входит модель 7 на 35 7 на 50 10 на 50 12 на 50 16 на 50 и 2 зума 7 15 и 10 22 10 22 был уже на обзоре на нашем канале и оставил очень приятные впечатления теперь давайте немного о технических характеристиках открываем соответственно каталог выполнена нескольких языках английском немецком французском и вот спецификацию посмотрим сейчас соответственно выбираем здесь спецификация выполнена на все модели линейки и мы выбираем наш 8 на 40 и посмотрим чем он отличается и каковы его характеристики и так модель 8 на 40 cf соответственно увеличение прибора составляет 8 крат диаметр объектива в 40 миллиметров далее угловое поле зрения прибор на 8,2 градуса далее окулярное поле зрения 65,6 градусов линейное поле зрения внимание 143 метра практически как у нашего казанского байгыша у него 150 метров здесь 143 кратность тоже то есть фактически будут будут равносильные картинки того и другого прибора далее диаметр выходного зрачка соответственно составляет 5 миллиметров коэффициент света пропускания 25 единиц очень неплохой показатель проигрывает в этом он только модели 7 на 50 ну то понятно светосильный длина выходного зрачка составляет 12 миллиметров минимальная дистанция фокусировки 5 метров межзрачковое расстояние регулируется на расстоянии от 56 до 72 миллиметров и соответственно длина 143 миллиметра ширина 182 миллиметра и вес прибора внимание составляет всего 7 760 грамм то есть прибор очень легкий и компактный удобно помещается в руках опять же первое что бросается в глаза это обрезиненный корпус то есть рубашка полностью из резины тактильно на ощупь она очень приятная шершавая не скользит даже мокрыми руками будут держать прибор очень удобно он у вас из рук не выпадет соответственно здесь резиновые наглазники широкий барабан центральной фокусировки фокусировка вращается очень плавно и мягко фактически эталонно очень мне понравилось как здесь работает барабан фокусировки далее диоптрийная коррекция правого окуляра также вращается очень плавно и мягко легко со стандартным усилием соответственно угловое поле зрения здесь 8,2 градуса прибор демонстрирует великолепную широкую контрастную картинку очень резкую и детализированную просветление объектива здесь фирменная никоновская fmc имеет изумрудный оттенок такой сине-зеленый соответственно просветление окуляров аналогично тоже сине-зеленого цвета благодаря качественному просветлению опять же контраст картинки очень высокий цвета насыщенные цветопередача нейтральная то есть прибор обладает практически эталонная картинка не практически а так и есть помимо того что прибор имеет компактные размеры и малый вес он отличается великолепной картинкой то есть никону удалось макс выжать максимум из классической оборачивающей схемы с призмами поро и получить очень и очень качественный продукт наглазники здесь подгибаются то есть их можно загнуть легко и получить более широкое поле зрения но опять же это в пасмурную погоду солнечно боковые лучи будут отвлекать поэтому лучше наглазники не загибать во время наблюдения на солнце на центральной оси фокусировки имеется декоративная диск который откручивается и соответственно он открывает нам гнездо для крепления к штативу имеется специальный или образный кронштейн при помощи которого соответственно бинокль уже крепится на штатив то есть он приобретается отдельно к этому гнезду крепим кронштейн а кронштейн уже крепится на штатив стандартное гнездо 1,4 дюйма кроме того на задней стороне прибора имеются ставки кожаные которые упираются большие пальцы рук и опять же улучшают эргономику прибора также стоит отметить что покрышка окуляров имеет на проушине прорезь через который можно пропустить шейный ремень и соответственно зафиксировать крышки окуляров на шейном ремне чтобы они не потерялись и аналогично на крышках объективов также имеется прорези то есть крепим ремень пропускаем боком и они отлично надежно зафиксированными и никуда не потеряется очень практичное решение это про решение используется на всех моделях nikon action и на других линейках nikon в целом если нескольких словах об этом приборе то на сегодняшний день это один из самых современных наблюдательных приборов на классических призмах поро который демонстрирует великолепную резкую качественную картинку с насыщенной и нейтральной цветопередачей опять же имеет широкое поле зрения и исправленную дисторсию то есть геометрия изображения очень правильно широкая и хроматические аберрации слабо слабо выраженная то есть качество изображения этого прибора можно считать эталонным и смело рекомендовать его к покупке вот такой вот интересный широкоугольный бинокль от компании nikon модели экшен 8 на 40 на этом все друзья подписывайтесь на канал хорошая оптика впереди вас ждет много интересных роликов всем пока